Всем добрый день! С вами опять Игорь. И сегодня в четвертой части серии видео про наш самодельный тепловой насос народный мы будем рассматривать конденсатор. Конденсатор это то, что стоит после компрессора и собственно греет наш дом. Вот. Какие они бывают или могут быть? Каких типов этих конденсаторов? У меня конденсатор стоит в теплоаккумуляторе, бак. Я его потом покажу позднее. Бак на 400 литров прямо за вот этой стеной уже в доме. Он стоит и трубка фреоновая заходит через стену, она видно здесь туда в середину в бак. И выходит снизу. Охлажденная уже. Вот. Вот такой вот у меня теплоаккумулятор. Ну почему я решил такой сделать? Потому что такой режим работы позволит мне как бы, чтобы он не работал постоянно. Сам компрессор теплового насоса. То есть он нагревает какую-то температуру в бачке. У меня примерно 34-35 градусов и выключается. Насос циркуляционный постоянно работает. Это тоже потом покажу. Вот. То есть я могу как бы, чтобы он не постоянно работал, отдыхал, меньше света вроде как брал. И плюс то, что я благодаря теплоаккумулятору могу большее время включать его ночью. По более дешевому тарифу 0,5 или в половину, так сказать, в два раза дешевле ночной тариф. Это под двухтарифным счетчиком. То есть этого аккумулятора, даже когда он у меня работает с 11 вечера до 7 утра, это когда действует этот ночной тариф с 11 до 7, я могу немного запасать энергией, чтобы днем он как бы меньше работал по более дорогому тарифу. Вот. Это мне такие дают преимущества тепловой аккумулятор. Вообще идеальный вариант, когда тепловой насос работает на теплые полы. Это идеальный вариант. Это лучше даже и не придумаешь. Почему так? У теплового насоса, у компрессора есть такая зависимость. Коэффициент эффективности сильно зависит от температуры конденсации и испарения. То есть, чем меньше разрыв между температурой в испарителе и температурой в конденсаторе, температурный разрыв, тем больше у вас коэффициент эффективности. Это связано с тем, что температура непосредственно связана с давлением внутри испарителя и конденсатора. То есть, какая температура, такое и давление. Какое давление, такое по температуре можно определить давление, по давлению можно определить температуру. Чем больше температура, тем больше давление. То есть, если, например, в конденсаторе у нас будет большая температура, вы хотите нагреть сильнее воду, до 50, 60, 70 градусов, это все вам нагреет. Но, из-за этого повысится и давление. То есть, у вас в испарителе осталось тоже давление, например, 4 атмосферы, а в конденсаторе уже повысилось давление, там, до 20, например, атмосфер. То есть, накачать ему сложнее будет с 4 атмосфер до 20, чем с 4, например, до 15. Соответственно, из-за этого растет потребление электроэнергии, он как бы сильнее напрягается компрессор, и от этого и падает наш конечный коэффициент эффективности теплового насоса. Поэтому, идеальный вариант, это работа на теплые полы, так как теплым полам не нужна большая температура, это хватит, там, 30, 32 градуса, до 35 даже, пускай, там. О, это оптимальный режим для него, компрессор не напрягается, давление в конденсаторе небольшое, в пределах, так сказать, нормы. Вот, и от этого вот разрыв, испарение, конденсация минимальный, соответственно, минимальный разрыв по давлению. То есть, ему не надо накачивать слишком сильно много давления, от этого коп только растет, и мы все это выигрываем. Поэтому, идеальный вариант, еще раз повторю, это тепловой насос, работающий на теплые полы. Это идеальный вариант, это и дешево, и лучше всего. Но, у меня, например, не получается уже сделать теплые полы, потому что уже дом готовый, ломать все я не хочу. Поэтому, я сделал тоже, у меня температура конденсации около 35 градусов, но я добавил больше радиаторов. Я добавил каждую комнату еще по одному большому метровому радиатору, 22-го типа, остальные я потом покажу. Вот, и мне этого хватает. Мне этой температуры вполне хватает для моего дома 50, там, 50 с лишним квадратных метров, где-то так. Этого мне вполне хватает даже и радиаторов. Вот, какие бывают конденсаторы еще? Вот, у меня, да, стоит конденсатор, медная трубка с фреоном в теплоаккумуляторе на 400 литров. Можно сделать вот такой же тоже конденсатор, такого типа, как и этот испаритель. То есть, полиэтиленовая труба, внутри хрионовая и полиэтиленовая труба, вход-выход подсоединяется к системе отопления. Можно так сделать. Так делают, я видел в ютюбе, там есть и такие варианты. Вот, или к системе отопления, или к теплым полам подсоединить ее можно. Можно поставить и заводской, тот же ПТО, которым я говорил в прошлом видео, который не советовал ставить на испаритель. На конденсатор, в принципе, его можно ставить, там он не замерзнет, не размерзнется. Но тоже, если у вас достаточно чистая вода в системе, если у вас старые ржавые трубы в системе, то этот же ПТО может ржавчиной тоже забиться. Потому что, повторяю, очень проходы, тонкие каналы для... Ну, так он сделан, такая конструктивная особенность, что там очень тонкие проходные каналчики. Вот, сейчас покажу, откуда он начинается. Этот конденсатор наш. Вот наш компрессор. И вот эта трубка, это выход с компрессора фреона, горячая. Вот эта трубка, температура в нее, когда тепловой насос входит в свой режим, набирает температуру, примерно минут за 5-10, она нагревается до 80 градусов. Вот такая температура движения фреона, сжатого в этих трубках. Тут она раздваивается. Вот мы видим на 2. И вот эта в стенку уже входит. Я ее запенил. Это уже, собственно, начинается конденсатор. Вот, тут трубка тонкая, 6-ти миллиметровая. Поэтому я ее опустил в 2. Разрезал 30 метров и 2 куска по 15 метров, так сказать, сократить путь. И, соответственно, гидравлическое сопротивление уменьшится. Прохождение фреона, чтобы ему легче было. Вот здесь по этим трубкам я их, поэтому поставил 2. Вот, сейчас я нажму паузу, зайду в дом, покажу. Ба! Вот, зашел я в дом. Вот такой вот теплоаккумулятор у меня. Бачок, сваренный с 2-х миллиметрового листового железа. Обычного черного железа на 400 литров. Этот бак. Вот, сверху вот это мы видим. Это кран здесь, чтобы выпустить воздух. Когда я его набирал, в него воду спускал воздух. Вот это циркуляционный насос. Он выкачивает воду, как бы высасывает с этого бака. И по вот этой трубе уже теплоноситель, вода пошли в радиаторы. У меня их по 2 штуки стоят в каждой комнате, чтобы увеличить, так сказать, теплоотдачу. У меня пониженная температура теплоносителя, повторяюсь, где-то 34-35 градусов. Поэтому надо больше из-за этого радиаторов поставить. У меня по 2 штуки стоит в каждой комнате. По вот этой трубе у нас вода уходит, выходит горячая, теплая. По вот этой заходит назад, уже охлажденная. Насос постоянно работает. Он, когда зимой работает система, тепловой насос, вот этот циркуляционный насос, он не выключается никогда. То есть тепловой насос выключается, он нагревает до 34-35 градусов этот бак и выключается. А циркуляционный он работает всегда. На третьей скорости он работает. Вот что интересно, что я думал этот бак даже утеплять. Но потом, когда включил тепловой насос, увидел, какая у него теплопроизводительность, сколько он производит тепла. Что я вот этим насосом, я не могу отобрать все тепло. То есть температура растет, растет и растет. Она будет расти и больше 35. При включенном, при включенном на третьей скорости вот этом насосе. При включенном вот этом насосе на третьей скорости. Вот. Теплосъем всех моих радиаторов. Это сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть радиаторов метровых, 22-го типа стальных. И плюс бак в ванне. Он тоже подогревается косвенным образом. Там просто через него труба. И вот это все. Плюс сам бак. Это тоже железный неутепленный, как мы видим. Да, я ее думал утеплить вот этими плитами купил. Но потом увидел, что нет смысла. Он у меня в доме стоит. Он все равно отдает тепло у меня в дом. Так что у меня теплопотерей никаких нет. Вот. И вот эта вот вся система, она не может отобрать тепло. Столько тепла, чтобы уравновесить. Чтобы температура не росла. Она постоянно растет. Поэтому я выключаю тепловой насос. Примерно получается такой режим работы. Час он работает. Нагревает сколько надо. Два часа. Может немного меньше, чем два. Ну почти два часа он отдыхает. Стоит. Потом температура в системе падает примерно. Градуса на три, на четыре. И опять включается. Я включаю тепловой насос. Пока что я выключаю в ручном режиме. Я всю зиму так протопил в ручном режиме. Ходил, включал, выключал. Надо мозги ему сделать, чтобы не бегать, не включать. Вот. Вот такой вот конденсатор. Вот здесь вот трубка. Не знаю, будет ли видно. Сейчас попробую подсветить. Фреоновая. Здесь входит. Запененная, видно, да. Это термодатчик у меня приклеенный. Для контроля температуры. И там внизу, внизу выходит. Это трубка. Там вот, если видно, не знаю. Охлажденная уже и фреон. Вот это вот здесь вот заходит сверху. Почти сверху. Ну, где-то наполовину. Так, бака. А там выходит. Вот. Вот такой вот у меня теплоаккумулятор. Довольный я им. Он хорошо работает. Хорошо греет. Вот. И еще раз хочу сказать, что если будете делать, обязательно сделайте вот эти трубы как можно толще. Вот. Не ставьте сюда вот такие вот на 16. Я не знаю, даже и на 20, наверное, было бы тонкое. Ну, на 20 может быть и нормальное. Ну, то есть, для того, чтобы, ну, увеличить, увеличить, у вас уменьшить сопротивление воды гидравлические, увеличить отбор тепла. Потому что тепловой насос делает очень много тепла. Очень много. Его, я говорю, я просто не успеваю. Вот этот насос, он не может его отобрать, чтобы температура не росла настолько, сколько это вот. Ладно, вернемся сейчас в веранду. Нажму на паузу. Вот. Вот я опять возле теплового насоса. Я уже показывал вот туда нижние вот эти вот трубки. Вот она. Вот. Вот это выход с конденсатора. Выходная труба. Тут уже температура где-то 35 градусов. Может быть, даже и меньше. Где-то 35. Вот она вышла со стены и пошла вот сюда вот обмотанный вот этой вот утеплителем рекуператор. Ну, про рекуператор мы рассмотрим в отдельном виде. Это хочу сделать там дополнительные части теплового насоса. Навеска, так сказать, частей всяких там про манометры, расскажу термометры, рекуператор. Но это отдельное видео. Вот. может, что непонятно объяснил, то спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Это была четвертая часть. В пятой части мы рассмотрим последнюю основную часть теплового насоса. Это ТРВ терморегулирующий вентиль. Какое его назначение, что он делает, как подобрать правильно, сколько стоит примерно. Ну, вот как-то так. Ну, все. Тогда на сегодня все. Всем пока.